привет друзья итак мы движемся по шкале времени и сейчас я продолжаю свой рассказ о 1973 годе точнее о том что происходило в это время в мировой эстрадной музыки а также и в нашей стране которая называлась кстати ссср сейчас многие люди даже наверное и и не знают этой аббревиатуры точнее как она расшифровывалась ну да ладно это уже то что относится к образованию а точнее к знанию истории нашего государства ссср союз советских социалистических республик а моя тема эта музыка я уже говорил в предыдущих выпусках журнала что как раз в этот период 60-х 70-х годов очень быстро менялся стиль музыки от группы the beatles до таких рок-групп как лед зеппелинг пин флойд и это с одной стороны по стилю по музыкальному я имею ввиду это были бит или как его называли биг бит рок как его тоже в то время называли и с другой стороны джаз рок это под влиянием американской группы чикаго и еще была такая группа кровь пот и слезы но и было много ансамблей работающих в разных музыкальных стилей таких ансамблей было просто предостаточно много и вообще все это было не случайно шло такое некоторое ну как вам сказать соревнования соперничество что ли джаза рока и попсы и в те годы эти направления довольно успешно шли в гору тогда еще не было никаких диджеев фонограмм щиков за исключением использование музыки ну наверное в кино да и все все концертные выступления проходили исключительно в живом звучании исполнителей никому и в голову тогда не приходило использование фонограммы только живой звук а фанера так называемая появилась у нас в нашей стране сразу после спортивной олимпиады в 1980 году все юнцы попавшие на этот период времени ну я имею ввиду молодежь которой тогда было по 15-20 лет уже воспитаны сегодня на дискотеке и к сожалению большому сожалению уже никогда не смогут понять музыкальный дух предшествующего времени что вы хотите в памяти осталось и зафиксировалась электронное звучание таких ансамблей как бонни м мюнхен машин а позже разный ну как бы я сказал вам фанерный суррогат типичного шоу-бизнеса который до сих пор всех нас преследует ничего не поделаешь это мода так же как мода на дизайн автомобилей костюмов обуви и прочее-прочее спорить с этим бесполезно я немного отвлекся от главной темы итак а на мировой арене появились такие замечательные ансамбли как лед зеппелен помните их знаменитую лестницу в небо стэрээй то хэвэн а также можно отметить песню smoke on the water легендарной группы deep purple все рокеры просто были помешаны на этом мотивчике ну и разумеется легендарная группа пин флойд лично мне всегда нравились их песни ну особенно это была песня маны помните деньги вы знаете все ссылки на эти песни я также даю в описании под этим видео и кстати говоря там же я даю ссылки на все эти ансамбли чтобы можно было просто почитать какие там были музыканты какая у них была история скажу лишь только о том что группа пин флойд прошла очень трудный путь прежде чем стать популярной образовались они еще в далеком 1965 году а популярность к ним пришла только обратите внимание только в 1973 году как раз в том году о котором сейчас и идет речь то есть через целых восемь лет прямо скажем терпеливые настойчивые пацаны они выпустили в 73 году альбом the dark side of the moon обратная сторона луны ну и здесь вот они как раз и уцепились за хвост птицы счастья ну вот как то так а что же было здесь у нас в то время в нашей стране ну во первых я бы сказал чисто вот вспоминая и из моих вот тех старых прошлых ощущений я бы сказал что широкие массы населения вовсе не знали в то время вот те самые рок-группы о которых я вам сейчас рассказал все знали битлов и пожалуй на тот период времени они продолжали будоражить мозг простого советского обывателя в 1974 году в вокально инструментальном ансамбле веселые ребята появилась очень яркая певица алла пугачева и уже осенью 75 года на музыкальном фестивале который назывался золотой орфей в болгарии она спела песню орликина и спела ее дважды на бис но и ей вручили главный приз гран-при золотую статуэтку с изображением орфея конечно наша публика того времени просто не могла знать в полной мере западную эстраду ее запрещали повсюду и на радио и на телевидении и поэтому музыкальные вкусы населения того времени формировались в основном формате вокально-инструментальных ансамблей а точнее их ярких солистов но у скажем таких как валентин дьяконов игорь иванов юрий антонов ну и кроме того было повальное увлечение песнями владимира высоцкого буквально чуть ли не у каждого в семье были магнитофонные записи этого легендарного человека актера театра на таганке а также популярного кино актера и барда людям в то время не хватало свободы свободы слова свободы мысли и в песнях высоцкого они находили отражение своих сокровенных мыслей своих идей всего того о чем было запрещено говорить открыто а тем более в радио передачах или на телевидении кстати сейчас мы опять вернулись в такие же времена конечно кое-что изменилось но на телевидении обо всем вам рассказать не позволят все что вы думаете по поводу нашей жизни ну нельзя затрагивать тему политики и так далее лишь некоторые радиостанции ну слегка так касаются этих тем да и то с большой неохотой но вот в целом такая музыкальная обстановка но на этом разрешите откланяться друзья я всем вам напоминаю что мои выходы в эфир как всегда каждый вторник и каждую пятницу в восемнадцать ноль ноль подписывайтесь с колокольчиком чтобы не пропустить мои новые видео всего вам хорошего друзья увидимся увидимся и услышимся пока 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 а Продолжение следует...